На сегодняшней дискуссии мне представляется очень интересным поиск оптимальных стратегий лечения метастатического колоректального рака. И в общем предыдущие доклады были сосредоточены все-таки на выборе первой и второй линии, ранней линии терапии. И подавляющее большинство пациентов имеют нерезектабельные метастазы, не становятся резектабельными и последовательно идут по пути первой, второй и третьей линии терапии. И я как раз хотела бы обсудить вопрос, а что нам делать? Назначать ли нам все препараты, с которыми пациенты не были знакомы и опухоль, те препараты, которые пациенты еще не получали, или заниматься повторным назначением препаратов? Почему это очень важный вопрос? Всего три цитостатика. При метастатическом колоректальном раке, в общем-то, мы имеем дело с уникальной ситуацией, когда количество таргетных препаратов значительно превышает количество цитостатик химиопрепаратов, которые могут использоваться и эффективны при этом заболевании. Итак, мы обсуждаем выигрыш в зависимости от линии терапии. У меня заготовлен вопрос, как вам кажется, в какой линии терапии, первой, второй, третьей и более, относительный выигрыш от таргетного препарата больше? Это от добавления таргетного препарата в первой, во второй линии лечения или в монотерапии, третьей и более поздних линий. Итак, как вам кажется, когда мы имеем максимальный относительный выигрыш от таргетной терапии? Давайте запустим голосование. В первой линии это большинство, 71% проголосовали за то, чтобы назначать таргетную терапию именно в первой линии лекарственного лечения. Спасибо большое. Мы назначаем таргетную терапию в первой, во второй и в третьей линии, и речь идет о той пользе об относительном, я прям красным цветом выделила это слово специально, это была подсказка для нашей аудитории, речь идет об относительном выигрыше или о снижении риска прогрессирования и смерти, или снижении риска смерти, если мы говорим об общей выживаемости. В результате добавление таргетного препарата к режиму химиотерапии первой линии, второй линии, или, например, использование таргетного препарата риграфениба в поздних линиях терапии. И вот оказалось, что относительный выигрыш от таргетной терапии в поздней линии больше, чем в ранней. А что это значит? Ну вот справа представлен выигрыш в абсолютных цифрах, да, в абсолютных цифрах добавление цитуксимаба увеличило медиану общей выживаемости на 3,5 месяца по нитумабу, на 4 месяца и так далее в первой линии терапии. Но относительное снижение риска смерти составило около 20 и вот даже 11 процентов в комбинации с биоцезумабом, да, потому что риск 0,8, 0,83, 0,89. Вторая линия. Пациенты быстрее прогрессируют, к сожалению, да, и у них меньше оставшаяся продолжительность жизни, поэтому в абсолютных цифрах выигрыш от добавления таргетного препарата меньше. Но относительный риск, точно такое же снижение риска смерти 0,85, 0,84, 0,81, 0,82. И, наконец, третья, четвёртая линия терапии, применение эригорофениба по сравнению с плацебо. В абсолютных цифрах выигрыш в общей выживаемости такой же, собственно говоря, как и в некоторых исследованиях второй линии, но меньше, чем в первой. Но относительное снижение риска смерти достигло 23 процентов, потому что риск смерти, да, при назначении эригорофениба составил 0,77. То есть с увеличением линии относительный выигрыш от назначения таргетной терапии не уменьшается, а даже, в общем-то, и несколько увеличивается. А просто потому, что заболевание течёт всё агрессивнее и агрессивнее и быстро приводит пациента к гибели. Поэтому каждая новая опция лечения, каждая дополнительная опция лечения очень важна. Каковы возможности поздней клинии терапии статического колоректального рака? Это, безусловно, эригорофениб. Это анти-Джеформон, клональный антитела, особенно, если не применялись ранее, но в том числе и повторное применение, мы рассмотрим эти вопросы. Это иммунотерапия определённой подгруппы пациентов, если не использовалась ранее. Это двойная анти-ХР2-блокада при ХР2-позитивном, местно распространённом метастатическом колоректальном раке. Это, как я уже говорила, повторное применение, реинтродукция, речеллендж. Это незарегистрированные в Российской Федерации новые препараты. И экспериментальные подходы, которые реализуются в рамках клинических исследований. Для того, чтобы обсудить место мультикиназного ингибитора эригорофениба в терапевтическом континууме лечения метастатического колоректального рака, я бы хотела два слова сказать об общности механизмов опухолевой прогрессии на анти-ВИДЖФ и анти-Джеформ терапии. Эта относительно небольшая работа была представлена на конгрессе АСКО-ДЖИАЙ в прошлом году. Ну, очевидно, мы все знаем, что анти-ВИДЖФ моноклональная антистилаби, вот сезумаб, да, препарат, который ловит только ВИДЖФ-Эй в кровотоке, по механизму обратной связи вызывает повышенную экспрессию опухолью других сосудистых и деталиальных факторов роста, например, ВИДЖФ-Б и ПИДЖФ. Что происходит после анти-Джеформ терапии? Очень интересный вопрос. И вот в представленной работе авторы отценивали, изучали уровни ВИДЖФ-Д и ПИДЖФ у больных, которые получали таргетную терапию с биоцезумабом, с анти-Джеформ моноклональными антителами в первой линии лечения, а также во второй линии лечения получали химиотерапию с антиангиогенными препаратами рамуцурмабом, афлиберцептом и биоцезумабом. Ну, и динамика этих показателей перед прогрессированием на антиангиогенных препаратах была такая же, которую мы обсуждали. Но в группу С были включены пациенты, которые получали именно анти-Джеформ, моноклональные антитела. И оказалось, что у них также увеличивался уровень других сосудистых антитериальных факторов роста ВИДЖФ-Д и ПИДЖФ. Перед прогрессированием в процессе проведения анти-Джеформ терапии этот уровень был ниже по сравнению с пациентами, которые не получали такое лечение. Авторы исследований говорят о том, что работа небольшая, образцы, безусловно, исследовались у ограниченного количества пациентов, которые получали анти-Джеформ терапию. Но, тем не менее, делают вывод о том, что повышение уровней именно сосудистых эндокринальных факторов роста может быть индуцировано как биоцезумабом, так и анти-Джеформ, моноклональными антителами. И ингибирование дополнительных ангиогенных цитокинов после анти-Джеформ терапии может приносить выгоду больным. И таким препаратом, который обладает очень широким спектром активности и различными механизмами действия, является регрофенип. Мультикиназный ингибитор, теразинкиназный ингибитор широкого спектра действий, который обладает активностью в отношении нескольких мишеней и молекулярных путей. Препарат блокирует ключевые ангиогенные рецепторы VGFR-1, 2, 3, все три рецептора сосудистого эндотелиального фактора роста, и рецептор ТАИ-2, и рецептор ПДГФР, и рецептор фактора роста фибробластов. Препарат блокирует протеинкиназы, включая КИ, ТРАФ и РЭД, блокируя ангенез и опухолевую прогрессию, влияние непосредственно на опухолевые клетки. Ингибируя рецепторы сосудистых эндотелиальных факторов роста, играет роль в индуцируемом фибробластовом и метастазировании опухоли. И оказалось, что препарат обладает и проиммунным действием, блокируя пролиферацию макрофагов. Есть такие макрофаги второго типа, и мы знаем, что это клетки, участвующие в блокаде противоопухолево-иммунного ответа. Итак, препарат широко изучался в более ранних исследованиях и в двух рандомизированных клинических исследованиях третьей фазы. У предлеченных больных в поздних линиях лечения по сравнению с плацебо, поскольку больные были с исчерпанностью стандартных опций терапии, по сравнению с плацебо, триграфинид достоверно увеличил продолжительность жизни пациентов. При этом, если мы посмотрим на предлеченность, то больные были интенсивно предлечены, и половина из них ранее получила четыре, и более предшествующие линии системной терапии именно по поводу метастатической формы болезни. Таким образом, препарат достоверно увеличивает продолжительность жизни предлеченных больных с метастатическим колоректальным раком. И я уже показала, что относительный выигрыш в общей выживаемости даже больше, чем от таргетных препаратов, от других таргетных препаратов, используемых в более ранних линиях лечения. При этом на всю популяцию, без отбора иммуночувствительной популяции, без отбора по MSI-ХАЙ, без этой подгруппы, по всей популяции, оказалось, что ригурафиниб не уступает современным каким-то новым препаратам, в частности комбинации отезолизумаба с кабиметинибом, и отезолизумаб монотерапии, сравнили с ригурафинибом, и оказалось, что он обеспечивает даже лучшие показатели выживаемости без прогрессирования болезни, несравнимые показатели общей выживаемости с комбинацией лучше, чем моноиммунотерапия, поэтому, в общем, на всю популяцию препарат не уступает своего места, и это место, безусловно, значимо, потому что он, еще раз повторю, увеличивает именно общую выживаемость данных. Что в реальной клинической практике? Потому что в рандомизированной клинической исследовании мы, конечно же, отбираем больных, в том числе по общему состоянию, по сопутствующей терапии и так далее, а мультикиназные ингибиторы все-таки обладают целым рядом нежелательных явлений или побочных эффектов. В огромном количестве исследований оценили эффективность ригурафиниба в реальной клинической практике, и эти результаты устойчиво воспроизводятся. Даже они в реальной клинической практике оказались лучше, чем в рандомизированных клинических исследованиях. Мы видим медианную выживаемость без прогрессирования болезни более трех месяцев, более семи месяцев, поэтому результаты воспроизводятся, и препарат широко на сегодняшний день применяется у предлеченных пациентов. Какие цели лечения метастатического колоректального рака мы ставим перед собой, если речь идет о третьей и последующих линиях терапии? Безусловно, это контроль роста опухоли, это рекомендации экспертов ТЕСМА, и поддержание качества жизни пациента. Именно эти задачи абсолютно решает назначение ригурафиниба. Если мы посмотрим на левую часть слайды, на общую выживаемость, то выигрыша в медиане общей выживаемости по сравнению с плацебо в абсолютных цифрах почти нет, выигрыш минимальный. Но сразу же после медианы, медианы – это 50% больных, сразу же чуть меньшее количество пациентов, более 40% имеют стойкий, длительный выигрыш от назначения ригурафиниба. То есть не всегда нужно ориентироваться именно на разницу в медианах общей выживаемости, потому что если у нас выигрыш имеет 40% больных, то в медиане различий существенных не будет, а вот дальше этот выигрыш будет стойким, и, в общем, снижение риска смерти, прогрессирования смерти на терапии ригурафинибом достигает 51%. Какие больные особенно выигрывают от назначения ригурафиниба? Ну, это, в общем, и мы можем сделать такой вывод на основании нашей клинической практики. Пациенты, которые не прогрессируют в течение первых 4 месяцев на терапии ригурафинибом, имеют все шансы для стойкого, длительного увеличения продолжительности жизни и для преодоления порога в одногодичную, порога одногодичной выживаемости в продолжительности жизни 12 месяцев. А мы говорим об интенсивно предлеченных пациентах. Таким образом, стабилизация болезни – это реалистичная цель при проведении поздних линий терапии метастатического колоректального рака ригурафиниб, решает эту проблему, позволяет достичь этой цели, так как стабилизация болезни регистрируется у 40-47% пациентов по данным рентгентированных клинических исследований. Эти цифры воспроизводятся в реальной клинической практике. Какую цену мы платим за увеличение продолжительности жизни? Ну, наиболее частное нежелательное явление, связанное с ригурафинибом, мы все знаем, это ладоноподошвенный синдром, диарея, гипертензия, сыпь, но утомляемость – как раз это вопрос, она может быть связана и с распространенностью заболевания. А вот эти нежелательные явления, еще раз повторю, нам известны, и в принципе, все, что случается, все случается в начале. Ну, если посмотреть на гипертензию, то она стартует сразу, или если первые два цикла, и потом практически частота этого нежелательного явления сходит на нет, потому что главное – это быть готовыми к этому нежелательному явлению и предпринять по показаниям коррекцию дозы. У меня, соответственно, вопрос для нашей аудитории. Как вам кажется, коррекция дозы ригурафиниба из-за развившегося нежелательного явления улучшает результаты лечения, ухудшает результаты лечения или не влияет на результаты лечения? Правда, голосовать. Елена Владимировна, вынесены результаты голосования, третий вариант ответа не влияет на результаты лечения, 65% проголосовали именно за третий вариант ответа. А остальные как распределились? 23% улучшает результаты, 12% ухудшает результаты лечения, и третий не влияет на результаты лечения 65%. Очень интересно, спасибо большое. Я как раз загрузила слайд, посмотрим на правую половину слайда. Там представлены кривые общей выживаемости в зависимости от развития ладонно-подошвенного синдрома во время первых двух циклов терапии риографенибом. И верхняя кривая красная – это пациенты с ладонно-подошвенным синдромом. Зелёная кривая – это пациенты без развившегося ладонно-подошвенного синдрома. Ну, странно представить, что ладонно-подошвенный синдром как-то связан с выживаемостью. Это такая лакмусовая бумажка, которая сигнализирует нам о достаточности или даже о том, что эта конкретная доза для конкретного пациента великовато. Побочный эффект, развивающийся на терапии мультикиназными ингибиторами. Это свидетельство достаточности конкретной дозы конкретному пациенту. Если нежелательные явления не позволяют продолжить терапию, то вовремя проведённая редукция дозы позволяет продолжить лечение без перерыва и на самом деле по итогам улучшит результат. Поэтому надо себе чётко представлять. Если у пациента совсем нет побочных никаких эффектов, вполне возможно, что у него очень хорошо работает печень, метаболизирует препарат очень быстро. То есть какие-то побочные эффекты должны быть. И было проведено целый ряд исследований по гибким стратегиям дозирования ригорофениба при метастатическом колоректальном раке. В частности, в представленном исследовании проводили эскалацию. Первая неделя 80 мг, да, половинная доза. Если нет побочных эффектов, увеличиваем до 120. Нет побочных эффектов, увеличиваем до 160. Первичная и конечная точка – это процент пациентов, которые начали третий цикл терапии. Оказалось, что при таком подборе дозы в два раза больше пациентов начали третий цикл терапии по сравнению со стандартным дозированием, когда лечение просто прерывали. И медиана общей выживаемости в группе подбора дозы была выше, составила 9,8 месяца по сравнению с 6 месяцами на стандартной дозировке. Поэтому вот такие гибкие подходы в плане дозирования или, по крайней мере, вовремя осуществленной редукцией дозы, она помогает продолжить терапию, получить максимальный выигрыш от реграфиниба. Можем ли мы еще как-то подобрать пациентов для терапии реграфиниба? Ну, важный показатель – это общее состояние пациента. Именно поэтому, с моей точки зрения, нельзя оставлять этот препарат на потом, когда уже пациент дойдет до ЭКОК-3, выигрыш от назначения реграфиниба мы в этой ситуации не получим. И все-таки надо назначать препарат менее предлеченным пациентам. Клинический опыт применения реграфиниба был объединен, как я уже говорю, проанализирован в целом ряде наблюдательных исследований. Оказалось, что чем больше опыт работы с препаратом, чем более поздний период мы обсуждаем и собираем более поздние данные, тем меньше частота нежелательных явлений, и тем больше выигрыш в отношении продолжительности жизни. Я максимально ускоряюсь. Есть ли у нас другие возможности поздних линий терапии? Например, повторение пройденного. Я специально привожу всегда фотографию Всемирного конгресса по опухолям желудочно-кишечного тракта, потому что тогда как раз обсуждались вопросы ретритмента, повторного применения препарата или стратегии, и разделяют реинтродукцию и речеллендж. То есть реинтродукция – это повторное применение препарата, на котором не было прогрессирования, речеллендж – повторное применение препарата, на котором было зарегистрировано прогрессирование. Эксперты не рекомендуют речеллендж. после второй линии терапии до того, как мы исчерпали все терапевтические опции. Противники иногда приводят вот этот ретроспективный анализ, сравнили риграфениб ТАС-102 и сравнили повторное применение химиотерапии. Ну и вроде бы кривые химиотерапии, сплошные черные кривые, вроде бы они повышены. Если мы посмотрим под групповой анализ, то в группе риграфениб ТАС-102 более трех линий предшествующей терапии получили 61% пациентов. То есть риграфениб ТАС-102 назначались повторно, значительно позже. В группе химиотерапии только 37% больных получили более трех линий терапии до повторного ее применения. Поэтому эти группы абсолютно несравнимы. Если мы посмотрим вот эту работу, цитуксимаб, потом риграфениб или риграфениб, потом цитуксимаб, за две линии лечения, выживаемость без прогрессирования болезни, правая кривые при использовании последовательности сначала риграфениб, потом цитуксимаб, больше мы видим впечатляющие расхождение кривых ранней и впечатляющий выигрыш в отношении показателей выживаемости, снижения риска 71%. Ну и еще в одном исследовании обсуждали повторное назначение анти-GFR моноклональных антител, и не удалось найти предикторы эффективности повторной терапии. Ну вот одним из таких предикторов может быть определение, анализ циркулирующей опухолевой ДНК и определение мутации. На этом основании может быть предсказывать выигрыш от повторного назначения анти-GFR препаратов. Эта работа была представлена на АСКО 2021 года только что. А все-таки я говорю о том, что необходимо назначать препараты, которые еще не использовались, и в том числе риграфениб раньше, и у нас после терапии риграфенибом есть достаточно много опций, включая повторное применение стандартной терапии, которая может быть эффективным даже после предшествующего прогрессирования. Таким образом, тщательный выбор оптимальной последовательности лечения необходим для того, чтобы пациенты могли получить пользу от всех активных препаратов, включая риграфениб, до повторения пройденного. Риграфениб входит в рекомендации НССН в качестве третьей-четвертой линии терапии предлеченных пациентов, являются опцией второй линии терапии после триплета, после режима Фолфокс-Ири. Рекомендованы экспертами ИСМА также в качестве третьей-четвертой линии терапии предлеченных больных, независимо от статуса мутации. Кенна Храс и Берав. Благодарю за внимание.